МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, наверное, в раз десятый приезжаю в эту замечательную республику, очень люблю Мордовию, и педагогическую Мордовию, и всех ее жителей, учителей, преподавателей педагогического института. И как представитель Российской академии образования нашей государственной академии, я приглашен для того, чтобы встретиться со студентами, участниками Олимпиады. Я хочу сказать, что Олимпиада проводят в третий раз в Саранске. Это единственный город в стране, где вот такая честь проведения этой Олимпиады, предыдущая была в 2012 году. И это очень значимое событие. Мы сейчас видим, какое внимание уделяется и поиску талантов. И вообще мы наконец-то отказываемся от понятия, что образование – это услуга, а понимаем, что это служение. И, конечно, вот эти студенты пока, а будущие учителя, наша смена – это очень важно. Вы же видите, вот прошел конкурс в этом году «Учитель года» и победил 23-летний молодой человек. В пятерке самому старшему 35 лет. То есть вот, конечно, за этой молодежью наше будущее. Скажите, пожалуйста, нынешняя система современного образования вызывает споры. Есть две стороны медали – мнение родителей и мнение чиновников и педагогов. Как вы считаете, здесь все спокойно или все-таки есть к чему стремиться? Нет, ну понятно, что при всем, при том, что все мы хотим блага нашим подрастающим поколениям, у всех этих субъектов, у чиновников, у родителей и у учащихся, наверное, и педагогов, у них свои интересы. Я вот что хочу сказать, очень важная вещь, вот как бы не критикую предыдущего министра Дмитрия Викторовича Ливанова, понятно, что он проводил определенную государственную политику, но она все-таки центрировалась на учреждениях и на системах образования. Там как-то руки не доходили ни до учителя, ни до ребенка, ни до родителя. А вот Ольга Юрьевна Васильева, которая возглавлялась 19 августа Министерства образования и науки, она как-то изначально сказала о том, что наши все-таки приоритетами это является учитель, является ребенок, потому что, конечно, в республике в 8 степени, в Москве все это переживаем, и в стране шел курс на всемерное объединение, сокращение. Я только одну цифру приду. У нас несколько лет назад было в стране 153 педагогических вуза, а теперь 35. 35. Вот слава богу, как говорится, что здесь, в Мордовии, в Саранске, это уникальное явление, не просто сохранили педагогический вуз как собоставитель, но именно педагогический институт. То есть это такая экзотика, все стали университетами, академиями, а вот так вот, как говорится, институт, вот им удалось его сохранить. Систему образования в Мордовском пединституте смогли ли вы оценить ваше мнение? Здесь, я бы, вот вы знаете, я бываю очень много в школах, завтра очень вот уже предхищаю, я пойду в этот республиканский лицей для одаренных детей, который показывает просто фантастические результаты. Вы знаете, вот так вот, чтобы новому учреждению попасть в тройку лучших образовательных организаций страны, сразу после второго миссия, сразу после президентского 232, это вообще выдающееся, это уже там был в Санкт-Петербурге лицея, ну там, извините меня, там доктора наук все преподают, и, ну, в общем, это все-таки Санкт-Петербург с его традициями. Поэтому я как бы знаком, и что здесь я хочу сказать? Здесь, наверное, вот на самом деле для республики три вот педагогических, три главных приоритета всегда было. Во-первых, поликультурное. Вот здесь действительно, и вот сейчас вот проходят два дня Дни татарской культуры здесь в республике, и, так сказать, Мар-2 мы знаем там два, как бы-то, как они называются, тейпы, наверное, не тейпы, но вот два таких вот направления. Вот татары, вот там русские, вот еще какие-то. Вот это поликультурное пространство, оно, которое действительно способствует национальному миру, это раз. Второе, вот действительно в этом правильном лице для одаренных детей это символизирует, здесь всегда было внимание к одаренным детям, к поиску. И третье, что очень тоже было характерно, это все-таки вот такая укорененность, стремление, чтобы талантливые дети не уезжали, это общая проблема, чтобы они оставались здесь в республике. Здесь вот у меня такое сложилось впечатление, все-таки, что работать с людьми адресно, адресно. И очень много энтузиастов среди педагогов и преподавателей института. Не будем ходить далеко за бытовыми примерами, у меня ребенок ходит в третий класс в обычную общеобразовательную школу, учится по программе Школы России. В целом, как бы, каких-то вот претензий у меня к общему процессу нет и все-таки. Нынешняя школа, она предназначена научить учить. Иногда не вникать, не понимать, нет какого-то, помимо образовательного, нет воспитательного момента в школе. Вот вы знаете, сейчас вот опять-таки у нас пока, конечно, мы можем сказать о том, что все, что говорится вот министрам образования, все это пока декларации. Вот заявление и декларация. Пока не сделано ни одного конкретного, ну вот, ну, собственно, она и министра-то всего три месяца. Но, по крайней мере, вот то, что вы говорите, сейчас очень важно, что это понимается. Это понимается, потому что раньше это не понималось. И среди приоритетов говорится о том, что ни в коем случае нельзя во внеурочное время вот натаскивать на ЕГЭ, как это было. Вот буквально объявлено позавчера о том, что в каждой школе должно быть как минимум четыре кружка бесплатных. Это спортивный, это связанный с трудом, ну, какая-то вот что делает руками, это музыкальный, это театральный. То есть вот это возрождение, потому что, ну, мы понимаем, что люди живут трудно. Для людей некоторых и 50 рублей неподъемная, как говорится, за занятия заплатить своих детей неподъемная сумма. Поэтому вот если мы, еще раз говорю, пока все декларации, но, по крайней мере, они в правильную сторону. Вот эта отстройка. То есть, и, понимаете, нам надо слезть с иглы натаскивания на ЕГЭ. Сейчас вот отменены, раньше ведь были ЕГЭ результаты, они входили в рейтинг губернаторов. Одним из показателей. И поэтому сверху давили, естественно, раз рейтинг на чиновников, те давили на директоров, те, естественно, на таск... Сейчас это вынуто. Вот не учитывается результаты ЕГЭ в рейтингу губернаторов. Это придает более мирную такую, скажем, ситуацию, где, конечно же, надо вернуться к развитию. И вот не только, да, учить знаниям, но развивающее обучение, воспитательная деятельность. Человек же социализация. Сейчас очень много этому тоже, опять, пока на словах, вот этому очень много уделяется внимания. Угу. Про социализацию. В школах сейчас я точно знаю, что есть ставка штатного психолога. Но, как правило, она не занята, она абсолютно свободна, психологов штатных нет. Понятно, что это продиктовано нашим тяжелым временем. Рыночная экономика, родители вынуждены работать для того, чтобы выживать и кормить детей. Мы работаем в помощь государству, платим налоги. Почему государство в этой ситуации не идет навстречу родителям для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в трудной ситуации, когда мама и папа практически не бывают дома? Ну, видите, вот эта ситуация, которая произошла в этих, скажем так, строгах, где покончили жизнь самоубийцам два юноши, юноша и девушка, она встряхнулась. Встряхнула, как бы. Нам же понять все время нужно, чтобы вот такие трагические... Пока петух не клюнет. Да, да, ну, тут же такой петух клюнул. Вот. Из-за этого сейчас готовится реорганизация вот этой, раз уж мы заговорили на эту тему. Ну, понятно, что, по-видимому, как-то вытянуть на уровне каждой школы, это невозможно, но, по крайней мере, сейчас вот эти службы школьных психологов, по крайней мере, на несколько школ хотя бы, чтобы она, ну, хотя бы раз в неделю была. Это лучше, чем вообще ничего. Раз в неделю была, потом все-таки это должны быть люди не какие-то усталые, там, в общем, ради какого-то куска хлеба занимающиеся должность, а те, которые реально, а это же не так много людей. Вот, вы знаете, есть такая замечательная фраза, что только одна профессия от Бога какая? Это учитель. А все остальные профессии от учителя. От учителя. Да. Вы понимаете? Поэтому вот от Бога только одна профессия, хотя она и массовая. Сейчас у нас миллион учителей в стране было когда-то в советское время, кстати, было 5 миллионов, потом 3, сейчас миллион, миллион 200. Вот. Но при всей массовости, вот, все-таки она от Бога. Угу. Мы с вами начали говорить про единый государственный экзамен. Раньше же была система аттестации через обычные экзамены. Я еще в последний год попала, когда мы сдавали по билетам. Не скажешь по вам, не скажешь. Хорошо, спасибо. Вот. И... Но ведь я отличаюсь от нынешних выпускников. Ничем только, разве что, годом выпуска. Во всем остальном нет. Почему возникла вообще необходимость введения ЕГЭ? Да, вы знаете, здесь даже шире. Вот традиция российской вот системы экзаменов, это было устное собеседование преподавателя, ну, или студента, или ученика. Это было вот у нас веками. У нас даже письменные экзамены воспринимались очень с напряга. Очень напряжно. Это вот традиция всегда и... Я не знаю, вот вы когда учились в институте, наверное, тоже были в основном экзамены. Это вот какие-то... Вот я, говорю, в свое время, в советское время заканчивал эстфак во второй половине 70-х годов. Все экзамены, я не помню, ни одного письменного не было, ну, только, может быть, какие-то такие специальные зачеты, а так все вот тут. Поэтому это одна медаль. Сделано это было вот почему. Сделано это было еще в начале 21 века, потому что был взят курс на интеграцию нашей системы образования в западную. Здесь вот в чем проблема? Мы совершенно посыпались по количеству иностранных студентов. Мы занимали... В СССР занимало третье место в мире по обучению иностранных студентов. Сейчас мы занимаем 57-е. 57-е. У нас учатся всего 90 тысяч иностранных студентов. Это капля в море. Капля в море. И ту, это бедные... Ну, да, понятно. Я могу сказать, негры нельзя, но вот из Африки, вот самых... Они не едут к нам только потому, что у нас дешево. Ну, вот относительно. Они поэтому выбирают. Почему? Потому что не признавались дипломы. На Западе что такое специалитет, не знает никто. Там нет такого. Вот западный. Там вот это, бакалавр, магистр. То же самое и с нашими аттестатами. Они не признавались на круг, потому что не были подкреплены государственные оценки. Где-то признавали... Вы знаете, дело доходило до комичного. Вот, например, в Канаде. Франкоязычная Канада у нас признавала и сейчас признают все. А англоязычная Канада ничего не признает. Франкоязычная Бельгия признает все. Маленькое государство. А англоязычная Бельгия ничего не признает. Ни аттестатов, ни дипломов, ничего. То есть здесь была попытка, чтобы мы перешли... Вот у нас ЕГЭ, как государственное. Понятно, что не все едут учиться за границу, но здесь, по крайней мере, мы рассчитывали, что к нам приедут учиться, ну, раз мы у нас вот перешли на эту систему. Ну, а что, что касается ЕГЭ, называется это, как известно, национальное тестирование, и оно с начала 50-х годов в мире. То есть, в принципе, вот вы знаете, я хочу сказать, что этому придается огромное значение. У нас же экзамен не единый. В мире проходит, почему он единый экзамен? Ну, это один день по всей стране, и люди сдают один тест. Там и математика, ну, скажем, про нас и русский, и биология, и история. Это вот такая простыня, и они ее заполняют. Вы знаете, чтобы закончить этот сюжет, в Южной Корее, когда сдается вот этот экзамен, не летают самолеты. Чтобы ничто не могло помешать. И вот, как бы, тоже такая история была вот прошлым летом. В Китае, ну, там же огромные школы, там же тысячи. И вот школьный сторож, он дал в какой-то школе сельской на 10 минут раньше звонок. Вы знаете, ему дали 10 лет за то, что он нарушил единые условия. Вот он сейчас будет сидеть от звонка до звонка по годам за минуту. То есть это я просто показываю, какое внимание. И последний вопрос будет для вас. Есть в некоторых странах система не задавать домашние задания на дом. Ну, конечно. Особенно начальным классом. Сейчас нагрузка действительно жестокая. Ой, чего мы все про другие страны. Вот, Лев Николаевич Толстой. 1861 год. Ясно-Полянская школа. Дети приходили, как писали, несли только себе. Никаких домашних заданий, даже мысли не было. Они все там, знаете, утром, ну, деревня, что-таки, звенел такой колокол. И по этому колоколу дети бежали. Они бежали в школу. Потому что они в школу несли, они ни с чем не жили. Только себя несли. Там их кормили немножко и все. Поэтому традиция не задавать задания террасист. У нас вот, как вы знаете, были Артек и был Орленок. Ну, они и сейчас есть. Слава Богу, вернулся к нам Артек. Там не было домашних заданий. Потому что там была большая... То есть вот они учились, но никаких домашних заданий не было. Поэтому это совершенно не какие-то западные фокусы. Да, сейчас вот в Финляндии нет домашних заданий в основном. Ну, по-видимому, здесь же надо же, так сказать, варьировать эту систему. Те объемы, которые делаются. Конечно, дети перегружены, кто говорит. Ну, это общая, конечно, тенденция всего. Знаете, есть такая поговорка была, песенка. Учиться надо весело, чтобы хорошо учиться. Совершенно замкнутый круг. Если ты плохо учишься, тебе не весело. А раз тебе не весело, ты плохо учишься. И вот разомкнуть этот круг очень сложно. Но вы хотя бы можете сказать, что в Российской Академии Образования над этим думают? Абсолютно. У нас есть замечательный институт физиологии и образования. У нас есть институт коррекционной педагогики. Естественно, не просто думают. Сейчас вот целая программа разработана по повышению здоровья учащихся. И если вы смотрели, вот был совет на прошлой неделе, вот как раз в четверг, там, с известными выводами по поводу академиков и ученых. А до этого как раз выступала Людмила Алексеевна Вербицкая и презентировала, скажем так, программы Академии, которые связаны вот со здоровьем сберегающейся, сохранением здоровья детей. Конечно, Академия все это понимает и движется в этом направлении. Хорошо, если так. Спасибо большое, что вы смогли к нам приехать. Я надеюсь, что после... Да, и, конечно, родному для меня Саранского, Республики Мордовия, динамично развивающий. Вы знаете, приезжаю каждый год, ну раз в год, чаще не получается, и вижу, как действительно шаг за шагом новые дома, новые дороги, рассвета Республики. Спасибо большое, что вы были у нас. Я пожелаю вам удачи в вашем нелегком труде. Спасибо. Отставить, пожалуйста, наших учеников, учителей в том числе. Мы все будем, конечно, отставиваться. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами был Адин Муставил. Мы совсем скоро увидимся с вами вновь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...